Рязанское десантное училище Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище Теперь так называется один из старейших российских военных вузов Рязанское училище ВДВ В этом году кузнице голубых беретов исполняется 100 лет В среду вузу присвоили почетное звание гвардейское Оно присваивается в российской армии самым боеспособным соединениям и военным учебным заведениям Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище Ведет свою историю с 1918 года, когда в Рязани были сформированы рязанские пехотные курсы В послужном списке училища 53 героя Советского Союза 82 героев Российской Федерации и тысячи кавалеров боевых орденов Среди выпускников училища плеяда высших военачальников Добросовестный ратный труд коллектива прославленного училища Заслуги в обеспечении безопасности государства Укрепление его обороноспособности Высоко оценены верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации И руководством Министерства обороны О присуждении почетного звания училище объявил главнокомандующий ВДВ Андрей Сердюков После состоялся брифинг, на котором он ответил на вопросы журналистов Генерал рассказал, что воздушно-десантные войска совместно с Северным флотом В этом году проведут несколько учений в Арктике На протяжении последних лет проведены около десятка различных учений, мероприятий В том числе с десантированием в район нашей полярной станции Борнео На Новосибирские острова В этом году спланировано совместное межвидовое учение с Северным флотом Таких учений пройдет три В том числе и в рамках стратегического учения «Восток-2018» На брифинге для журналистов Сердюков поделился планами празднования столетия училища ВДВ Так завершение лыжного перехода команд десантников стало только стартом целого комплекса широкомасштабных мероприятий Основными станут первые в истории ВДВ высотное десантирование на архипелаг земля Франца Иосифов и Курильские острова Войдет в историю и первое десантирование внутри новой современной боевой машины десанта БМД-4М Также десантники уже приступили к подготовке к восхождению на Эльбрус Спланировано учение в районе Сахалина А в июне состоятся торжественные открытия памятников генералу Маргелову в Москве и других городах России В преддверии 8 марта пройдет конкурс военно-профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола В разгар Олимпиады вся страна наблюдает за успехами российской сборной Особенно яркими стали выступления российской сборной по хоккею Совсем недавно присоединиться к этому виду спорта на профессиональном уровне решили и воздушно-десантные войска В 2018 году впервые в стране состоялся первый чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой Продолжит Валерий Седов 10 команд, 156 спортсменов, 29 матчей, в которых было заброшено больше 300 шайб Это только краткая статистика по первому чемпионату воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой Он проводился на базе Ледового дворца десант имени генерала-лейтенанта Чикризова Организаторы сообщили, что от привычных правил хоккея решили отойти сознательно Например, силовые приемы здесь запрещены Так как у нас регламент служебного времени в первую очередь не позволяет растянуть его больше одной недели Поэтому мы немного его сократили, хотя 6-7 игр в день, представляете, 5 дней мы уже здесь трудимся на площадке Поэтому мы от правил немного отошли Не чистое время, а грязное время у нас идет на табло В таком ускоренном темпе все матчи были отыграны за неделю Команды разделили на две группы А. Сборная воздушно-десантных дивизий И Б. Бригада ВДВ По словам участников, первая считалась самой сильной И рязанская команда была именно в ней В нашей группе были достаточно тяжелые игры С учебным центром 242-м городом Омск Очень тяжелая игра была со 106-й воздушной дивизией Ну и, конечно же, крайне нервная тяжелая игра была вчера С, опять же, с 106-й дивизией за выход в финал Команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Победила Омичей со счетом 8-4 И 20 февраля прошла финальная игра с командой из Пскова Судьи успели окрестить ее противостоянием сильнейших Дело в том, что рязанская команда уже несколько лет Принимает участие в областных турнирах по хоккею А в Псковской играют пять профессиональных хоккеистов Которые уже закончили карьеру в спорте Тренировалась команда Рязанского военно-воздушного училища практически ежедневно Тренировочный процесс у нас достаточно хорошо отлажен Благодаря тому, что наша команда, прежде всего, идет навстречу В плане развития хоккея У нас есть свой ледовый дворец Очень комфортные условия Тренируемся, мы стараемся тренироваться ежедневно Но в связи с достаточно интенсивной боевой подготовкой Которой у нас в училище Не всегда получается собраться в полном составе Но мы очень стараемся Чемпионами турнира стала команда из Пскова Рязанцы же заняли почетное второе место Но игроки не расстраиваются Говорят, что если турнир станет доброй традицией То в следующем году обязательно смогут победить Но расслабляться пока рано Впереди новые тренировки По результатам чемпионата будет сформирована Сборная команда воздушно-десантных войск Которая примет участие в чемпионате вооруженных сил Российской Федерации в июне 2018 года Валерий Седов, Станислав Кудряшов Телекомпания «Город» Реализацию региональных программ Переселения граждан из аварийного жилья И капитальный ремонт многоквартирных домов Сегодня обсуждали в правительстве области Власти региона подписали соглашение О сотрудничестве с фондом ЖКХ О чем они расскажет Валерий Седов Дом номер 2 по улице Солочинское шоссе Признан образцовым Это первая награда такого рода Которую вручили в Рязани По словам генерального директора Фонда содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина Домов с таким знаком отличия в России около 100 Торжественное мероприятие посетил губернатор области Вместе с приглашенными гостями Сергеем Степашиным и Константином Цицыным Когда жильцы с душой относятся к своему дому Государство, в лице в том числе губернатора Местной власти помогает Отсюда такой прекрасный дом Вы помните, есть такая старая русская поговорка Мой дом, моя крепость Здесь, наверное, не моя крепость, а мой дом Это место, где хочется жить Куда ты приходишь после работы Где вырастает вот это замечательное поколение Гости города рассказали губернатору Что существует такая добрая традиция Помогать образцовым домам Так и другие жители начнут стремиться к лучшему Николаю Любимову предложение понравилось Образцовым там, где жители Сами в первую очередь заботятся О благоустройстве, о чистоте, об уюте И мы будем помогать в большей степени То есть по принципу, который мы, собственно, и должны Исповедовать Помогать тем, кто работает Кто трудится, кто хочет что-то улучшить Для себя, для региона, для своего предприятия Но в данном случае для своего дома Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы и жители других домов На таком примере стали относиться к своему общему имуществу Более бережно, более рачительно и с большим вниманием В этот же день в правительстве Рязанской области Политики обсудили программу по переселению людей из аварийного жилья Эта программа является одной из самых важных в нашем городе Средства массовой информации много раз рассказывали о состоянии ветхого жилья И о людях, живущих в нем По словам Сергея Степашина, в настоящий момент программа выполнена на 100% Уже 5000 людей выявлено вновь, которые живут в аварийном жиле после января 2013 года Списывать счетов никто не может Президент сказал, что программа будет продолжена И мы достаточно подробно говорили о том, как будем реализовывать уже непосредственно после лета следующего года К лету уже нужно иметь в виду, что мы должны войти в бюджет Российской Федерации и в бюджет Рязанской области По словам Политика, программа по переселению возобновится в 2018 году Основные пути уже намечены В этот же день между Николаем Любимовым и Сергеем Степашиным было подписано соглашение о реализации национальной программы поддержки и развития чтения в Российской Федерации Сергей Степашин является бессменным руководителем Российского Книжного Союза Мужчина рассказал, что его сильно удручает тот факт, что молодежь в стране читает все меньше и меньше Благодаря новому соглашению в Рязани начнется активное развитие инфраструктуры чтения Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город» В Рязани в советском районном суде сегодня огласили приговор бывшему первому заместителю председателя областного правительства Дмитрию Андрееву Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода взяточничества и один мошенничество с использованием служебного положения Взятки в особо крупных размерах, хищение денежных средств, а также услуги имущественного характера Это только часть обвинительного приговора бывшему первому заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области доказательства Признаны достаточными для вынесения приговора Он признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, таких как получение взятки в особо крупном размере И мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения также в крупном размере На основании оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Рязанской области Регионального управления МВД России по Рязанской области А также совместно с сотрудниками Центрального аппарата МВД России было возбуждено уголовное дело Допрошено более 150 свидетелей Проведено 20 судебных экспертиз А следственные мероприятия проводились как на территории Рязанской области, так и в Московской Дмитрий Андреев занимал государственную должность с ноября 2014 года по август 2015 За этот период он получил взятку в размере более миллиона рублей от Генерального директора сельскохозяйственного предприятия За продвижение по службе и покровительство предприятия Также бывшему чиновнику подарили автомобиль Toyota Land Cruiser И оплатили 6 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения В ходе следствия следователями были выявлены еще два коррупционных преступления Так, в период с января по февраль 2015 года Андреев получил лично от учредителя другого сельхозпредприятия За общее покровительство по службе последнему, а также представляемому им предприятию Взятку в виде незаконного оказания сыну Андреева услуг имущественного характера на сумму более 4 миллионов рублей В 2015 году Дмитрий Андреев похитил у заместителя министра сельского хозяйства Рязанской области полмиллиона рублей Весь объем уголовного дела занял 58 томов Андреев в ходе следствия вину не признал И на первоначальном этапе расследования выдвигал различные версии в свою защиту А впоследствии совсем отказался от дачи показаний Однако следствием собрана достаточная доказательственная база Которая опровергла версии защиты и полностью изобличила Андреева в инкриминируемых ему преступлениях Оглашение приговора в советском суде заняло 6 часов Дмитрию Андрееву назначили 6 лет колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов рублей Подаренную застройщикам квартиру в Подмосковье изъяли в счет государства Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город» В среду на заседание Городской Думы депутаты утвердили изменения в бюджет Рязани В него поступили межбюджетные трансферты из областного бюджета в размере 858 миллионов рублей Часть этих средств, 290 миллионов рублей, направят на строительство школы искусств в Недостоеве 59 миллионов на строительство школы в Гороще Почти 200 миллионов на строительство детского сада в Кальном И 27 на реконструкцию стадиона «Локомотив» Из средств, в уступивших в городскую казну из областного бюджета, планируется 200 миллионов рублей выделить на ремонт дорог Посредственно сформированных лот будет определено А лоты будут формироваться в зависимости от обследования дорожной сети города Там, где это наиболее необходимо на сегодняшний день, потому что ямы уже появляются уже сейчас На заседании Городской Думы Владислав Фролов подвел итоги работы за год Так, депутаты приняли около 500 решений, направленных на развитие города и создание комфортной среды для его жителей Один из наиболее крупных проектов – создание в центре города платного парковочного пространства Мое личное мнение, он удачен в части того, что в центре города стало больше порядка, меньше дорожно-транспортных происшествий и других ситуаций Также удачен он в части цены Вы знаете, что в течение года большое количество было споров на эту тему Мы хотели увеличить бесплатное время стоянки до 30 минут На что оператор сказал, что и пожаловался, что это становится нецелесообразно И тогда стоимость придется повысить до 30-40 рублей Мы на это не пошли, сейчас вы знаете, что 15 минут бесплатно По словам Фролова, на неограниченный срок установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан Утверждена программа развития застроенных территорий, которая позволит переселить жителей ветких домов в новые квартиры Велась работа и с обращениями граждан Всего в адрес Гордумы поступило около 250 письменных обращений и более 300 устных Депутаты Рязанской Городской Думы принимали активное участие в организации праздничных и спортивных мероприятий «Шага недоступности» За 4,5 года работы в временах будет 12 тысяч праздников, двора, концертных встреч, которые были задействованы, смыше 350 тысяч резервов Также на заседании депутаты назначили публичные слушания по проектам изменений в генеральный план Строительство двух храмов планируется в поселках Соколовка и Никуличе О строительстве церквей в этих районах люди просят давно Решение будет принято по результатам публичных слушаний Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Банда черных риэлторов, действовавших в Рязани, задержана Жертвами злоумышленников становились пожилые люди и инвалиды Под видом сотрудников ЖЭО женщины приходили к пенсионерам и обманом забирали у них паспорта Затем с помощью внешне похожих на владельцев документов людей Они подавали в Росреестр документы для сделок с чужими квартирами Которые после регистрации права собственности толкали по бросовым ценам В итоге обманутые узнавали о том, что лишились жилья только после появления на пороге новых собственников Расследование угол дела представляло сложность, так как потерпевшие с трудом могли опознать мошенницу Постановленные лица, принимавшие участие в сделке, первоначально скрывались от органов предварительного следствия А когда их местонахождение было установлено, осужденные оказывали на них давление, принуждая их дачу ложных показаний Кроме этого, преступницы всячески затягивали расследование, сорвая следственные действия В среду днем в час пик движения на Московском шоссе оказалось парализованным Пробку вызвала авария, которая произошла у торгового центра БАРС Видео появилось в интернете На кадрах видно, как автомобиль марки Лада, ехавшая по Московскому шоссе в сторону Площади Победы Столкнулась с иномаркой, выезжающей с парковки торгового центра В аварии пострадала женщина, а ей понадобилась помощь скорой Главное управление МЧС Паризанской области и поисковые движения «Лиза-Алерт» подписали соглашение о сотрудничестве Церемония состоялась в рамках второго форума добровольцев региона Ранее волонтеры уже сотрудничали с экстренными службами Подписанное соглашение позволит более эффективно организовать работу по поиску пропавших людей Консолидировать усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть людям их близких Соглашение у нас будет заключено об взаимодействии, об инфрационном обмене В частности, с организацией, называемой «Лиза-Алерт», с которой мы, в принципе, уже взаимодействовали в прошлом году И с момента, можно сказать, ее образования Сейчас в поисках пропавших людей наряду с полицейскими и спасателями участвует порядка 20 человек Всего «Лиза-Алерт» насчитывает около 60 активных участников При этом из троих пропавших двое находятся в первые часы Благодаря четким и слаженным действиям волонтеров Это соглашение направлено на более эффективную работу Оно предоставит нам больше возможностей И мы надеемся, что мы совместно сможем приложить усилия для более эффективных поисков В первую очередь в лесу Зима подходит к концу и кто не успел для себя приобрести новую удобную теплую верхнюю одежду из натурального меха Есть хорошая возможность купить изделия на распродаже Выгодно приобрести шубу в Рязани можно только с 21 по 25 февраля В культурно-досуговом центре АКА на финальной распродаже Росмех Со скидками до 70%, а также оформить кредит или рассрочку без переплат Например, норковая шуба за 3000 рублей в месяц Срок предоставления рассрочки 24 месяца Посетители выставки будут приятно удивлены представленным ассортиментом Новые коллекции меховых изделий из мутона, норки, лисы, каракуля и других видов меха Профессиональные продавцы-консультанты помогут выбрать для вас из всего разнообразия Подходящую модель по цене, качеству и фасону Всемудницам мы предлагаем посетить нашу выставку продажи Большой выбор моделей от классики до авангардных Широкоцветовая гамма и размерный ряд от 36 до 66 Особое внимание бы хотелось уделить это изделиям из сероамериканской норки Это блэк лама и блэк нафа Ваш выбор это вкус вашего стиля Также на весь товар у нас есть кредит и рассрочка без переплаты Финальная распродажа от Росмех пробудет в Рязани всего несколько дней Успеть выбрать подходящую шубку по выгодной цене Можно только до 25 февраля в культурно-досуглом центре АК на Есенина 80 Корпус 1 Ведь меха всегда пользуются устойчивым спросом И на этом у меня все Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра Желаю хорошего завершения дня Это случилось! Обвал ипотечных ставок Квартиры за 4,7% годовых Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом Грязь, слякость, выхлопы Шум, шум, шум Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты Субтитры создавал DimaTorzok